Витаминная добавка к рациону уже поспела. На улицах и рынках вовсю начали продавать домашнюю ягодку. Ягоды в этом году поменьше и помельче, говорят бабули на рынке. Погодные условия подкачали. Хорошо берут? Ну как? Когда хорошо, когда как. Ценник, кстати, такой же, как и в прошлом году. В среднем клубника садовая – 200 рублей за пол-литровый стаканчик. А вот жимолась подешевле – 150 рублей. Ребенку хочется что-то уже такое наше, потому что привозное все было, тоже по 250 рублей продавали, а это вроде как наше. И самое главное, что сегодня утром она собирала. Мне вот это больше всего. Здорово. Как думаете, дорого, недорого? Я считаю, наверное, дорого. Покупатели думают, дешевле уже не будет. Однако продавцы утверждают, чем ближе к осени, тем дешевле. Как цены формируете? В зависимости от предложения. Ну, то есть от соседей, да? Я правильно понимаю? Чем больше, тем дешевле. Чем больше на базаре ягод, тем она дешевле. Когда ее меньше, она дороже. Однако есть и продавцы, которые продают ягоду гораздо дороже – на 100 рублей. Причем за стакан 0,33. Я знания имею. Я всю зиму в компьютере сижу и все отслеживаю. Я как кошка за воробьем гоняюсь за знанием. Вот мало того, сорт хороший иметь, да? Вот чтобы он не затекал, чтобы он красивым был, надо еще агротехнику знать и уметь делать. И делать ее, девушка, делать. Вы знаете, когда качественный товар, качественный, вкусный, хороший. А самое хорошее – его качественно выращивать. Без всяких ядохимикатов травки зарубить, запаривать. И поливать этим, а не всякой химией. Все своими ручками. Вот видите, какие все ручки у нас. Все своими ручками, ножками. Не хватает немного пенсии. Стаж большой, педагогический. О, вот как. Да. Пенсия, соответственно, педагогическая, поэтому и здесь. А вот лесной клубники почти нет. Говорят, пожгла жара. Зато цветы и рассада в изобилии. Есть даже сосновые шишки, полезные для здоровья. Недели через три пойдет и малина со смородиной. Кстати, торговаться никто не запрещает. Да и вечером можно получить хорошую скидку – 50, а то и 100 рублей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.